Ажурный узор пышной цветочки. Вот схема этого узора. Схему, как всегда, Вы сможете найти на моем сайте. Ссылочка будет под видео. Начинается этот узор с очень интересного набора петель. То есть здесь нет начальной цепочки. А сначала мы вяжем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Отмечаем эту петлю. Еще 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И соединительный столбик в первую из этих 9 петель. Еще 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И также соединительный столбик в первую из этих 9 воздушных петель. 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И теперь повторяем. Вяжем вот такие вот ушки. 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И соединительный столбик в первую петлю. Еще 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И соединительный столбик в первую петлю. Для того, чтобы показать вам буквально на одном раппорте, мне нужно вот 3 таких вот элемента. 4 воздушных петли. 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соединительный столбик. Вот такие вот ушки получились. Теперь делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваемся и вяжем столбик без накида вот в это ушко. 4 воздушных петли. Столбик без накида в следующее ушко. И сразу еще один столбик без накида в следующее. Соединяем их вот таким вот образом. 4 воздушных петли. Столбик без накида в одно ушко. В следующее еще один столбик без накида. 4 воздушных петли. Столбик без накида. И в конце ряда вот в крайнюю воздушную петлю столбик с двумя накидами. Вот такой вот получился красивый ажорный набор. Теперь переходим собственно к узору. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Поворачиваемся. Вяжем пышный столбик на столбике с двумя накидами. Я все пышные столбики буду вязать закрепом. То есть провязываю все петельки кроме той, что была на крючке. И 2 вместе. 3 воздушных петли соединительный столбик на этом же столбике с двумя накидами. Это один такой лепесточек. Еще один. 3 воздушных петли. Пышный столбик. Ну и здесь мы уже не возвращаемся, поскольку переходим дальше. Делаем воздушную петлю и столбик без накида вот на следующем столбике без накида. 2 воздушных петли. Столбик без накида под цепочку. Теперь делаем заготовку для следующего цветочка. Сначала вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Замечаем эту петлю. Еще 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И соединительный столбик в первую из этих 4 петель. Это будет серединка нашего цветочка. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И столбик без накида вот под эту же цепочку, в которую уже вязали столбик без накида. Это вот здесь у нас будет располагаться цветочек. 2 воздушных петли. Столбик без накида вот пропустив 1 столбик на 2. И сразу начинаем вот на... Поскольку это конец ряда, на столбике без накида вот последним вяжем пышный столбик. 3 воздушных петли. Соединительный столбик на столбике без накида. 3 воздушных петли. И еще один пышный столбик на этом же столбике. На схеме нарисовано под петли подъема, но это будет, в общем-то, по-моему, хуже. Свяжу сюда. Вот пока вот такая вот непоняточка получилась. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Опять же делаем серединку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Соединительный столбик в первую из этих 4 петель. И опускаемся 7 воздушными петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь столбик без накида мы вяжем вот на крайнем пышном столбике. Вот на этом. Это вот заготовка под следующий цветочек. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида на первом из пышных столбиков. 1 воздушная петля. Столбик без накида под 2 воздушных петли. Воздушная петля и соединительный столбик вот под эту вот длинную цепочку. Отсюда начинаем вязать собственный цветочек. Пышный столбик в серединку, в эту сердцевинку. 3 воздушных петли, соединительный столбик. 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 Это все вот в серединку. 3 воздушных петли, пышный столбик. Это уже последний, пятый лепесточек. Здесь мы не опускаемся к серединке, а делаем соединительный столбик вот под эту длинную цепочку. Вот такой вот получился цветочек. В воздушной петле, столбик с одним накидом под 2 воздушных петли. В воздушной петле, столбик без накида на первом лепесточке. 4 воздушных петли, столбик без накида на втором лепесточке. Вот ряд готов. Осталось только сделать вот такую же заготовку для следующих цветочков. Как мы ее делаем. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И столбик с тремя накидами на этом же последнем лепесточке. Это вот такая вот петелечка у нас получилась. И собственно серединка. 2 воздушных петли и полустолбик с накидом. Вот сюда же. А теперь отсюда начинаем вязать собственно лепесточки. 3 воздушных петли. Пышный столбик вот в отверстии, образованные вот воздушными петлями и полустолбиком. 3 воздушных петли. Соединительный столбик в эту же вот сердцевинку. 3 воздушных петли. Пышный столбик. 3 воздушных петли. Соединительный столбик. 3 воздушных петли. Пышный столбик. И соединительный столбик под цепочку. Воздушная петля. Столбик с одним накидом. У нас тут цепочка из 4 воздушных петель под нее. Воздушная петля. И столбик без накида вот на втором лепесточке. 4 воздушных петли. Столбик без накида на центральном лепесточке. И теперь делаем вот такую же заготовочку, как мы делали в первом ряду. 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. 4 воздушных петли. И соединительный столбик в первую. 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. И столбик без накида на вот этом же центральном лепесточке. 4 воздушных петли. Столбик без накида на следующем лепесточке. Воздушная петля. Столбик с одним накидом под цепочку, которая у нас у нижнего цветочка. Воздушная петля. И соединительный столбик под генную цепочку. Здесь нам нужно связать половинку цветочка. То есть сразу начинаем с пышного столбика вот в эту сердцевинку. 3 воздушных петли. И соединительный столбик в сердцевинку. 3 воздушных петли. Пышный столбик. 3 воздушных петли. И соединительный столбик. 3 воздушных петли. 3 воздушных петли. 4 воздушных петли. 4 воздушных петли. И вот теперь вяжем вот такую же конструкцию. То есть как мы уже вязали для этого цветочка. Дальше в общем-то узор повторяется. в общем-то узор не очень простой без схемы его будет связать сложно схема у меня на сайте будет смотрите вяжите поглядывая на схему давайте покажу образец побольше вот такой образец у меня получился он конечно очень ажорный но с другой стороны вот эти пышные цветочки очень хорошо на нем видны практически одинаковые с двух сторон ну и конечно для каких-то очень таких ажурных вещей этот узор подходит подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые уроки у меня еще много разных вязальных идей и хитростей у нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем не пропустите все это удачи вам и легких петелек это удачи вам как вы видите